Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, причем, начнем расклад. Хочу сказать, что в разделе «Сообщество» я написала пост. Я, как правда, не увидела большую активность к нему. Я так поняла, что либо вы не видели, либо вам неинтересно. Но, на мой взгляд, информация в нем такая достаточно полезная. Опять-таки, с моей точки зрения, речь идет о том, что в этом посте первое – это то, что изменились расценки моих услуг. Один момент. И второй момент касательно спонсорского расклада. Я видела, то есть несколько человек мне писали о том, что последний расклад «Анализ судьбы» хотели бы посмотреть, есть ли такая возможность приобрести спонсорский расклад по отдельности. Я подумала и решила, что почему бы и нет. То есть, в принципе, платно. И про это тоже написано в посте. Поэтому, если вы не в курсе, но вам это интересно, почитайте на главной моей странице в разделе «Сообщество». Переходите, читайте последний пост. И чуть позже я напишу новый анонс по поводу прямого эфира, который будет 2 июня. «Восемь часов по Москве». Тоже приходите, те, кто недавно подписался на мой канал и не знает, что это за прямые эфиры. Во-первых, я бы порекомендовала новичкам пошерстеть немножечко по моим всем плейлистам, посмотреть, какие темы есть. Есть отдельный плейлист прямых эфиров, тоже можете посмотреть. На прямых эфирах мы рассматриваем просто любые интересующие вас вопросы вне Таро. Ну, то есть я имею в виду вне раскладов. Про Таро тоже можно, но вне раскладов. Иногда бывает так, что в комментариях вы задаете мне какие-то вопросы. Я не могу на них ответить, потому что они предполагают большое написание, большого текста. Чтобы не было искажений того, что вы пишете одно, я не понимаю, вы не понимаете меня. Я предпочитаю отвечать голосом. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы даже к раскладам, что-то стало непонятно, осталось непонятным, тоже можете задавать на этих прямых эфирах. И последний момент, прежде чем мы начнем, это про суперспасибо. Суперспасибо новая кнопка под видео. Она в виде сердечка, а в нем нарисован доллар. Эта кнопка недоступна вам, если вы проживаете на территории РФ, либо если вы зарегистрированы как житель РФ. То есть вы можете, например, проживать в Германии, либо в Израиле, но свой YouTube зарегистрировали как страна первоначальная, Россия. То есть тоже вам, наверное, не будет доступна. То есть если вы не видите эту кнопочку, значит, надо разбираться индивидуально, почему вы не видите, может быть, в вашем регионе она недоступна. Что это за кнопка? Это кнопка своего рода как донат, отблагодарить. Только оплата идет не мне на карту напрямую, а через Google Play, по-моему. Вот, поэтому, кому интересно, можете так прислать мне донаты. Вот, а так, в принципе, я благодарна всем вам, кто дарит мне радость в виде финансов. Мне очень приятно видеть такую благодарность от вас. Вот, это, в принципе, все, что я хотела сказать в начале. Ну, давайте приступим. Значит, три позиции, все как обычно. Расклад у нас, вы видели название в потоке. Первая, вторая, третья позиция. Будем смотреть в потоке. Какая информация придет, такая придет. Отодвигаем, приступаем. Позиция номер один, голубенький камешек. Это у меня классика. Классика Уэйта. Захотелось мне взять старину Уэйта сегодня и посмотреть расклад. Так, о чем пойдет речь? Я не знаю, но вот о чем пойдет, о том мы буду говорить. Итак, Верховная Жрица. То есть, по сути, все, расклад закрываем. Первая позиция – это тайна, покрытая мраком. Информация скрыта. Не будет нам говорить Верховная Жрица ни о чем. О чем же все-таки речь? Здесь идет о какой-то мистике, возможно, о сакральных знаниях каких-то. Возможно, то, что пока еще не время вам знать. Либо это каким-то образом будет связано с вашим внутренним балансом. То ли вы в нем находитесь, то ли к нему нужно будет прийти. Давайте уточним, о чем. Две карты вышли, о чем здесь. То есть, это связано с профессиональной сферой. Либо то, над чем вы работаете. Над, скорее всего, некой стабильностью, над комфортом, может быть. Это связано как-то с уютом, с вашей бытовой жизнью, будничными днями. То есть, либо это профессиональная жизнь, либо это все-таки как-то, может быть, с финансами, либо с физическим планом связано. Если ваша работа связана с метафизикой, эзотерикой, психологией, то здесь про это тоже идет речь. Что нам хотят здесь сказать? Ну, здесь по Пажу Мечей сразу идет некая информация. Опять две карты. Говорящая о том, что пришло, пришло какое-то завершение. Время что-то завершать. Аркан мира и Верховной Жрицы. Пришло время завершать. Здесь наступил конец. То ли, знаете, какой-то обучающий процесс завершился, то ли те ответы на вопросы, которые вы искали, вот здесь идет концовка. О чем нам говорит Аркан мира? О том, что нужно принять какое-то решение. Смотрите, здесь решение может касаться, опять-таки, пояснение. Либо это финансовая сторона вопроса, либо это то, что связано с вашей семейной жизнью. То есть построение семейной стабильной жизни. То есть вы должны определиться, как будто бы принять решение уже окончательное, что вы хотите. Здесь такое, Верховная Императрица тоже у нас говорит про статус. Здесь про изменение статуса. Либо этот статус должен измениться в вашей личной жизни, либо в профессиональной. То есть здесь уже не время как-то планировать, что-то думать, а пришло время уже как-то более реально относиться к какой-то ситуации. То есть что-то здесь должно случиться такое, что нужно будет пощупать прям конкретно. То есть это не как-то вот в мечтах, в тонком плане. А здесь вот прям даже фигурные арканы выпадают. Вот здесь очень ярко проявлена какая-то, вот знаете, женская энергия и парная энергия. Ну вот выпало только еще королевы кубков и мечей не хватает. И так выпадут абсолютно все фигурные арканы. Здесь очень такая, знаете, многогранность в ситуации. То ли человек, которого мы видим, то есть если особенно вы женщина. Если вы мужчина, вас окружает очень много женщин разных, либо вы работаете в женском коллективе. А если вы женщина, здесь проявление вас такой, знаете, очень многогранной личности. И мудрый, и статусный, и уверенный, и заботливый, и в то же время огненный. Ну вот здесь парность прям выходит. Король жезлов, королева жезлов. Король педаклей, королева педаклей. Я не знаю, как-то вот парно здесь идет. Хорошо, что мы поняли, да, что здесь вот как-то надо будет изменить статус. Что еще здесь мне хотят сказать? О чем еще здесь идет речь? О каком-то завершении, да, о том, вот. В потоке вот идет все равно информация о том, что должна завершиться Луна и ваше отшельничество. То есть какая-то ситуация, хотят карта сказать, о том, что какая-то ситуация завершается. Причем не какая-то, а именно конкретная, когда вам что-то было непонятно. Когда вы находились в каком-то, знаете, затворничестве, да, отшельнике, где была, как-то, знаете, вот, хочется сказать, была ночь и наступил день. Была Луна и стало вдруг солнце. То, что вам было когда-то непонятно, не проявлено, неизвестно, мутно. Где-то здесь, скорее всего, отсутствие ясности было, да. Еще раз скажу, это может касаться как профессиональной сферы, так и личной. И здесь вот как будто бы от этого, ну, это завершается. И что начинается, да, вот пашкубков опять выпадает, а начинаются новые перемены, построение абсолютно новой вашей жизни. То есть, когда вы уже определяете вектор своего дальнейшего движения, да. Здесь как будто бы человек уже начинает жить в соответствии с тем, что он хочет, с тем, что он, во что он готов вкладываться, да, к чему он предрасположен. И у вас для этого будет достаточно и знаний, и информации, и силы, и желания, да. То есть здесь вот абсолютно все. То есть новое какое-то начинание вот именно в соответствии с вашими собственными желаниями. Здесь какая-то такая, знаете, вот благоприятная полоса начинается в вашей жизни. Ну, выпала и королева меча, еще кубков, и все. Все четыре королевы выпадут. Перемены. Перемены. Спрашиваю, в какую сторону? Ту спинтакли. В сторону удачи, в сторону счастья, везения. В сторону того, что, знаете, вы как будто бы начинаете получать плоды ваших трудов. Начинается период сбора урожая, в том числе и финансового. Если мы говорим, я просто уточнила, может быть, это касается профессиональной сферы. И здесь речь идет о том, что королева, королева, говорю, девятка пинтакли. Прям все архетипы женские вышли. Если как-то было трудно, сложно зарабатывать именно деньги, было, как-то, знаете, вот какой-то груз, да, несли, нелегко вам давалось. То здесь как будто бы вы принимаете решение, вот, и определяетесь, определяетесь, скорее всего, с тем, как вы в дальнейшем будете проявлять себя, да, либо как вы будете зарабатывать. Здесь вот прям так вот обдуманно, да, произойдет какой-то анализ всей вашей ситуации. И вы здесь чувствуете, что вы уже как-то, знаете, не просто готовы к каким-то переменам, а вы уже как-то вот перегорели. И эмоции, они как-то поутихомирились, и вот это вот помогает вам принимать уже решение на основе сухого разума, да, какого-то такого холодного рассудка. Не в плане эмоций, поспешности, а такой, знаете, вот уже зрелый выбор. Причем очень интересно, что когда мы что-то хотим, мы горим этим, да, и мы можем в некой степени ошибиться. А здесь, почему я сказала перегорелось, здесь такое вот ощущение, что я и не против это иметь, но, с другой стороны, что, знаете, когда как будто бы вы готовы и отказаться в любой момент, то нету эмоциональной привязанности к своему желанию. И это очень здорово на самом деле, потому что здесь решение, оно принимается, ну, очень верным, правильное решение. Иногда, о чем здесь речь? О том, что когда мы что-то хотим, и вот нам прям не терпится, и мы, когда получаем вот наше желаемое, да, мы не можем в полной мере оценить его по заслугам. Почему? Потому что вот эти вот эмоции, они как будто бы мешают, реально мешают понять ценности, значимость того результата, который мы получили. А здесь как будто бы уже эмоции, видимо, ситуация очень долго тянется. Еще раз скажу, это может касаться либо профессиональной, либо личной жизни. Не очень долго тянется эта ситуация, и здесь как будто бы вы готовы уже в любой момент отказаться от этой, от своего желания. Но не то, что вы отказываетесь, а такое вот состояние ровно, фоново, знаете, спокойно, хорошо. То есть да, да, нет, нет. И вот в этот момент, когда вот не то, что вам безразлично, а здесь именно отсутствие эмоционального вот этого вот накипения, да, огня, но как раз-таки вы получаете то, что вам нужно, и вы вот в этом состоянии в должной степени можете оценить результат того, что вы получите. Да, выпадает император. Такая, знаете, вот зрелая, взрослая позиция. Причем это как раз-таки то, от чего вы долгое время закрывались, либо как-то долгое время отстаивали какую-то свою позицию. Да, вот знаете, причем позиция была какого-то капризного ребенка, что я хочу вот именно так, и не хочу, чтобы это было по-другому. То есть, возможно, вам и хотели дать то, что вы, вам нужно было, но из-за того, что вы как будто бы вселенную ограничивали в плане того, что вот я хочу вот именно вот так, вот в таких форматах, вот, и вам говорили, что окей, мы тебе дадим то, что ты хочешь, только формат будет немножко другой. Вот здесь вот какая-то, вот знаете, вот принципиальность, да, либо это будет так, либо будет развиваться так, как я хочу, либо вообще мне это ничего не нужно. И вот здесь вот эта вот позиция, она как будто бы изменилась, и вы сказали, что окей, если это мое, она со мной останется, если нет, ну так значит нет. И вот после того, как пришло вот это вот расслабление, они вам и дают то, что вы, в принципе, хотели, вот, но и вы здесь как будто бы от этого не закрываетесь. Здесь вот колесо фортуны, такое чувство, знаете, что вы как будто бы вышли из своего сценария. У меня такое чувство, здесь не выпало аркан с дьявола, но по раскладу у меня такое чувство, что присутствовала какая-то вот, какая-то одержимость, да, и одержимость даже того, что я хочу получить, то, что именно я хочу. И в какой-то момент вот вы настолько свыклись с этой идеей, что вот мне это надо. Я не знаю, чего это может касаться, но минус здесь в чем, что в какой-то момент вы как будто бы потеряли свою цель, вы забыли, а зачем вам это надо. То есть, знаете, вот иногда, допустим, пример, да, мы говорим, я хочу, там, я не знаю, похудеть, например, да, сбросить лишние килограммы. И вот это для вас настолько становится какая-то, знаете, зависимость от этой мысли, одержимость, реальная одержимость, да, что не надо похудеть, не надо похудеть. В какой-то момент вы спрашиваете, а зачем тебе худеть, да, ты уже нормально в весе. Вы не можете ответить на этот вопрос, потому что вы как будто бы упустили суть того, для чего вы делаете, для чего вы хотите то, что вы хотите. Вы просто как будто, знаете, свыкли, потому что это, видимо, долгое-долгое время. И вот как будто бы мозг, он привык думать так. И когда вы получаете то, что вам надо, здесь как будто такое, знаете, так неожиданно. А у меня это уже есть. А что теперь, да, как будто бы, а что я теперь буду желать, да. то есть желание ради самого желания вот в чем был негатив не ради того чтобы получить результат вот и здесь речь идет о том что в какой-то момент вот это вот завершилась вот это вот одержимость ваша до того что вы хотели и вот с того момента как вы как говорится махнули рукой и сказали что мое останется со мной нет идем дальше вам как будто бы это дали но здесь даже не то что вам дали вам это дали ранее но а вот из-за того что вы были одержимы своим собственным желанием вы не видели что вы уже имели то что вы хотели а в момент когда вы махнули рукой да вот верховная жрица у нас открыла расклад и на краске говорит о том что вот это вот пелена это завеса с глаз она упала и мы вдруг неожиданно увидели что а я уже имею то что я хочу и вот с этого момента вот это вы как будто бы вышли из этого колесо фортуны колеса фортуны из своего сценария и пошли в тройку педагли в новое то то есть не то чтобы вы шагнули в это новое а это знаете как пелена спала и вы увидели что вы уже находитесь в том моменте в том месте и знаю с той профессии с тем человеком с которым вы уже хотели только не знаете вот из-за того что пелена упала вы увидели по-другому одну и ту же ситуацию только по другим углом почему потому что вот эти вот эмоции желания я хочу я хочу они не давали вам возможности увидеть что то что вы хотите вы уже имеете и вот когда вот эти вот желания ваши ваши эмоции вот эти перри горели это было это это и стала той пеленой когда вы увидели что я я уже имею то что я хочу здесь про это что еще нам скажут в потоке здесь присутствовали вот это вот эмоции и одержимость они были связаны с вашими страхами причем здесь двойственность была такая когда с одной стороны я вроде бы это хочу а с другой стороны я это дико боюсь и пока я это не имею это покрывает как раз таки мой какой-то сценарий а основаны на страхе еще говорить такими знаете вот более абстрактными вопросами для того чтобы просто примерили на свою позицию здесь конкретно сказать не могу то есть знаете например в профессии да я хочу на своем примере на на примере допустим таро покажу чтобы вам было понятно а с одной стороны например я хочу чтобы у меня было на канале там я не знаю ну 100 тысяч подписчиков до 200 тысяч подписчиков и я как будто бы иду к этому да это мое желание я хочу а с другой стороны за этим скрывается страх да например там страх успеха ну столько людей будет видеть да возможен кто-то будет кому-то не понравлюсь будет какая-то критика и вот здесь вот начинает вот эти вот страхи и всевозможные сценарии они начинают проявляться и поэтому когда я не получаю там 100 тысяч 500 тысяч подписчиков с одной стороны это вторичная выгода она основана как раз к на этом страхе то есть не дай бог что-то вдруг изменится моей жизни я не знаю как себя вести мне это не надо это это как-то знаете вот скрытый такой сценарий а другой сценарий проявленный он как раз к основа на желании да я хочу мне нужны эти подписчики здесь такое ощущение как мультики тени толкай да то есть я и хочу и в то же время я этого и боюсь то есть вот здесь вот какая-то такая история но вот явно может карт покажу вам видно видите человек открыл рода в крики в ужасе я этого боюсь и я закрываюсь руки протянул вперед то есть я не не мне это не надо а внутри я понимаю что именно этого я и хочу то есть то чего я боюсь я этого и желаю вот и здесь вот это вот если осознание придет и вот этого момента это будет вот прям большой шаг к тому чтобы завершить вот эту вот всю тягомотину и открыться той жизни которую вы хотите вот я только сказала вот вы сразу мелодия вашей жизни нам то есть вы сразу начинаете играть причем заметьте здесь человек играет на инструменте он не слушает а именно играет да в контексте колеса фортуны я создаю и мага я создаю свою реальность такой какой я хочу то есть я играю ту мелодию ту музыку которую я хочу я являюсь творцом здесь вот это вам как будто бы нужно было осознать вот этот вот момент что если вы не имеете здесь даже неправильно сказать вы не иметь потому что вы это имеете но скажу по-другому вы это не видели вы это не замечали по словам это я подразумеваю ваше желание да что они уже реализовались они замечали почему потому что вы боялись это заметить потому что заметив что-то вот то что вы хотели да например там деньги работу партнерство не знаю что угодно вы за этим скрывался вот прям огромный страх и вы боялись что получив свое желание вы столкнете с этим страхом и вы этого не хотели вот здесь в чем в чем вещь фишка что вас не упускала ваше будущее но хотите вы не хотите вы с этим столкнулись я не знаю что здесь произошло вы с этим страхом столкнулись и вы увидели как он работает и с того момента как увидели вот верховная жрица горит вам тайна открылась если еще этого не произошло то обратите внимание то чего вы хотите вот ваше желание она идет за ручку с вашим самым большим страхом и увидев этот страх вы разрешите здесь даже заметить то что вы хотите уже у вас есть вы пока не замечаете если еще не замечаете не знаю здесь разные моменты могут быть то это связано как раз таки с вашим страхом а страх это это просто невыгодно то есть здесь вот как знаете вот палка о двух концах с одной стороны я это хочу а с другой стороны я этого дико боюсь да я этого избегаю до провал ожидания вот карта краски говорит провал ожидание то есть прям и все случится тогда когда вы уберете свои ожидания поэтому вот я уже сказала да вот этот момент когда я махнул на это все и когда ладно будет пусть будет так как будет да и вот это вот волшебное магическое слово пусть да она как будто бы дает вот этот толчок к разрешению да то есть пусть будет так как должно вот этот вот пусть она говорит о том что я разрешаю я разрешаю ну то есть я готов либо готова к любому исходу позитивному негативную получу я это или не получу вы когда вот вы разрешаете то есть этот страх спадает да и вы начинаете видеть что в принципе все реально его уже можете получить то что вы хотели даже не то что можете здесь вам она уже есть то есть если здесь речь идет о работе эта работа уже есть если речь идет о финансах у вас уже есть эти финансы если кто-то сейчас мне скажет но я же не получаю такие деньги конечно потому что вы их не видите они есть они есть вас внутри вас а вы их не видите потому что вот этот страх он застилает так позиция номер два красненькие камешек смотрю на колодень таро небо и земля секунду давно я не чихала в раскладах что нам скажут двойки на в потоке о чем нам речь идет так шестерка пендакли о каком-то моменте выравнивания до баланса здесь ощущение того что вы как будто бы прошли урок то есть до шестерки у нас идет пятерка именно связанные с каким-то кризисом да с какой-то потерей ценностей финансов может быть до утраты и сейчас идет процесс выравнивания причем выравнивание поскольку пендакли это все-таки земная стихия все что связано с материи это может касаться и бытовой жизни это может касаться и ваших ценностей каких-то да то есть сейчас речь пойдет в потоке о выравнивание какого-то процесса когда урок пройден выводы уже сделаны какие-то и на основе этих выводов уже у нас идет момент именно балансировки да то есть я понимаю что где-то в чем-то я отклонился от своего пути вот и мне нужно выровнять этот баланс вот здесь речь идет о выравнивании баланса баланса как раз таки связанного с в контексте того что мы отдаем это что принимаем потому что выпала девятка кубков да на краске говорит про удовольствие наслаждение но уже для самого себя то есть я не готова давать в девятки кубков мы не отдаем мы получаем мы можем привлекать внимание как то вот знаете магнитировать до магничить если такие слова есть быть магнитом для того чтобы притягивать удовольствие именно для себя потому что девятки они все-таки управляемой луной до нашим бессознательным и это более интровертный процесс да то есть если мы получаем удовольствие то для себя в некой степени здесь присутствует эгоистичность да то что я хочу получать вот но в вашем случае да здесь речь идет об удовольствие наслаждение наполнение самого себя в контексте того что идет выравнивание пятерки педакли у нас речь шла о том что когда мы вкладываемся мы отдаем больше чем нужно да возможно в сценариях того что я хочу быть замеченным я хочу быть оцененным разные сценарии могут пойти пятерки у нас всегда говорят про борьбу про кризис который мы проходим к в том числе и кризис среднего возраста да со здоровьем но это обучающий процесс и вы как будто бы находясь сейчас шестерки вы прошли этот обучающий процесс вот и вы где-то поняли что я отдавала давала намного больше чем получала то есть где-то был какой-то вот момент искаженный сейчас нужно выровнять его в ваше выравнивание но идет краски приятные через девятку кубков когда я в принципе не готов уже ничего делать для других людей вот может быть где-то повзрослел может быть это поумнело может быть где-то понимая что ну хватит мной пользоваться да я уже в принципе сам хозяин себе я решаю кому и что я буду давать вот а сейчас я просто хочу получать ну то есть окей если пришло время как-то вот что-то мне получать то я я буду не против да то есть вам нужно сейчас наполнится вот смотри девятка и сразу идет десятка как красиво как здорово вам нужно будет прийти к этой десятке вам нужно прийти наполнится эмоционально да то есть вот это вот выравнивание в потоке сейчас речь идет о том что весь ваш акцент надо сделать на себе на себе любимым да то есть наполнится эмоционально получать какое-то удовольствие от жизни знаете общаться больше с людьми которые вас наполняют обратите внимание на то что вы едите чтобы это приносило вам удовольствие то есть любом формате удовольствие в том числе и в ментальном то есть на всех уровнях ментальных это информацию которую вы получаете она должна быть позитивной да ваши мысли должны быть не то чтобы позитивные а мысли те которые вас наполняют если вас наполняют какие-то фантазии мечты то почему бы нет если вы от этого ну вот получаете удовольствие вот если это какие-то фантазии о вашей семейной жизни да то есть представление воображение визуализация почему бы нет вот обращайте внимание на то чем заняты ваши мысли в каком ключе приносит ли они вам удовольствие или нет обращайте внимание на ваши эмоции насколько они вас наполняет насколько они вам действительно приносят удовольствие вот и от этого кайфуете и в то же время вашей бытовой жизни да то есть все что с вами происходит достаточно количество сна и так будет пускай она будет минимальная но она будет очень вкусная вот не ограничивайте себя ни в чем здесь не не надо бояться что вот если я буду сейчас себе позволять например там есть на вот хочу мороженое все я могу его съесть пять-шесть условно говоря да и вот буду потом бояться переживать что вот я поправлюсь или еще что-то такое не надо вам вообще на этот счет париться если организм этого хочет значит есть в этом какая-то нужда позвольте себе да то есть знаете вот то что вы хотите позволяйте себе без чувства вины вот в чем важно потому что пятерки у вас все что вы не делали были ваши действия не выходили чувство вины либо чувство там обязанности одолженствование ну куча всяких разных сценариев пятерка педакли такая тяжелая достаточно карта в плане ценностей здесь речь идет о том что в потоке как раз таки что вам нужно наполняться вот в этом сейчас фишка именно выравнивание да то есть надо наполниться причем наполнится на всех уровнях да как на ментально как и на эмоциональном и на физическом что еще о чем еще здесь нам речь идет продолжается двигаться в том направлении да рецепт дакли говорит продолжайте двигаться в том направлении в котором вы уже двигались никуда не торопитесь здесь вот такой период знаете начинается это не стагнация а именно некая такая размеренность когда вы вроде бы абстрагируетесь от людей я не говорю что вы уходите в отшельника да а вы как-то вот больше ориентируетесь на себя на свои внутренние ощущения то есть если вы допустим куда-то идете и выходите запасом времени то есть не надо прям вот чтобы быть вовремя почему потому что не такое ощущение что вот возможно по дороге куда вы идете если вы будете там на 5 на 10 минут раньше того человека либо той встречи не знаю что мне почему-то здесь идет такое что вот вы идете по улице и из-за того что у вас есть время вы начинаете осматриваться по сторонам ну уж никогда не торопитесь и вы начинаете замечать больше красоту почему не бабочки идут я не знаю то есть видел какую-нибудь бабочку не видела какой-нибудь листочек да то есть и вот и это как каким-то образом там я не знаю как то вас наполняет эмоционально вы сможете как-то считывать какие-то знаки и это будет приводить вас ваш баланс вашу норму да то как вы обычно взаимодействуете с природой с другой стороны рациопедакли у нас говорит о том что начинайте постепенно искать возможности заземлять ваши идеи то есть то что вам приносит удовольствие именно реализовывать это не опираясь на мнение других людей здесь вот такое ощущение что вы как будто бы должны жить действительно в своем мире да в своем не в плане мире фантазии и грез вдалеке от реальности нет а именно в реальности как в матрешке до 1 матрешка в другой вы находитесь в реальности вы одновременно вот попробуйте ощутить то что я говорю это тот момент когда вы одновременно находитесь и внутри себя и в то же время и снаружи то есть представьте что вы как-то глаза ваши устроены двухсторонние то есть с одной стороны вы как будто вы смотрите на мир а с другой стороны вы смотрите глазами мира на самого себя то есть вы в одно время находите силы внутри себя одновременно и вовне себя как это может выражаться вот вы идете например поэтому я сказала запасом времени вот вы идете например по улице да с одной стороны вы ощущаете свое тело до свое настроение где вы зажаток может быть где-то надо какие-то мышцы расслабить вы ощущаете свежий воздух вот теплоту то есть вам приятно вам хорошо вам комфортно вы расслаблено то есть вы как будто бы отслеживаете то что происходит внутри вас не одновременно вы понимаете что вы не одни вокруг вас есть люди вы их увидите да то есть вы можете считывать и понимать что окей вот этот человек торопится да я почему потому что у него вот такие энергии а этот например влюблен и здесь вы как-то сопоставляете со своими энергиями то есть вот у вас сейчас такой период не про то что вы сравниваете а про то что у вас есть такая уникальная возможность прожить сейчас такой более осознанный период когда вы и внутри себя и вовне себя это очень интересно потому что вы сможете все таки как-то сонастроить вот это вот момент выравнивания он у меня присутствует то есть раньше возможно вы как-то были либо во внешнем мире либо были внутри себя закрыты а вот сейчас вам дает возможность то есть у кей ты познал две противоположности а теперь попробуй это выровнять попробуй сонастроить и себя и мир и ты увидишь что это не противоположные вообще вещи да что это вот как будто бы про одно и то же только с разных сторон вот здесь вот какая-то такая вещь и рыцарь педакли нам как раз ки говорит о том что даже самые сумасшедшие ваши какие-то нереальные не нереальные на первый взгляд идеи ищите способ их заземлять то есть была какая-то идея я не знала как ее реализовать и здесь вопрос не в том чтобы вы подумали как это можно а скорее всего здесь некий такой знаете вопрос риска разрешу я себе это сделать ради интереса ради я не знаю исследования практики какой-то не знаю не важна причина а вот просто попробовать и опять-таки не ради результата а ради того что а как это было бы да то есть рыцарь педакли это воздушная часть земли это какие-то холодные пещеры это соединение двух стихий земля земли и воздуха вот воздух это всегда про какие-то идеи это всегда про какие-то мысли процессы которые происходят и вот здесь уникальная возможность пору терапи дакли заземлить их да то есть реализовать проявить во внешнем мир поэтому я вам и говорю то что сказала ранее да вы выйдете в королеву пендакли королева пендакли вот водная часть земли то есть вода и земля это очень плодородно потому что когда вода поливая до идет дождь вода поливает землю у нас начинается цвести у нас начинает все развиваться расширяться главная задача королева пендакли приумножить то что уже есть то есть она не порождает что-то но она очень хорошая хозяйка да она это приумножает она это расширяет здесь как раз таки есть вот это вот возможности расширить приумножить чтобы приумножить надо это иметь и вот здесь вот вам потоке краски говорится то есть то чем вы сейчас будете наполнены вы в дальнейшем сможете это приумножить поэтому вам первично надо понять о чем я наполнил да в чем сейчас мое удовольствие на чем я буду держать фокус внимания для того чтобы это в дальнейшем приумножалось и расширялось то есть то что даже если это в работе до то что хорошо получается мы продолжаем это делать а то что не получается мы просто это убираем из своей жизни да то и если как книги такой ассортимент до то на что есть спрос мы туда и вкладываем энергию да то есть мы и три продукты услуги приумножаем а то на что нету спроса Смысл туда вкладывать свою энергию, потому что она не созидательная. Вот здесь вот примерно про то же самое. То есть там, где энергия, там и мы, там это и растет, и увеличивает. Но первичная энергия на себя, что нам скажет колода Этсин в потоке, перевернутая, это регресс. Вам нужно обратить внимание как раз-таки, как-то связано с регрессом, о чем. Не идите в будущее с оглядкой как-то, вот знаете, на свое прошлое. Не скатывайтесь назад. Здесь вообще какие-то новые энергии. То есть о чем здесь идет регресс? Ну-ка я уточню. Что нам здесь про это регресс? А, иногда, да, семерка мечей, да, хитрость. Речь идет о том, что не идите в новое, о котором я сейчас рассказывала, удовольствие, да, какими-то старыми путями. Попробуйте сделать как-то по-другому, абсолютно по-другому. Иногда, когда мы это слышим, мне в комментариях пишут, а как по-другому, ну, когда вы говорите, например, по-новому. Как по-новому, если я это новое не знаю, да, я никогда это не пробовал. Вот так в том-то и фишка, что если... Когда мы говорим по-новому, сделайте то, чего не делали ранее. То есть, допустим, есть некая такая ситуация. Как обычно вы подходили к какому-то процессу, да. То есть, возможно, вы сначала думали, а потом действовали. Так вот, по-новому это будет, когда надо сначала подействовать, да, то есть, что-то совершить, а потом уже обдумать. Либо там, я не знаю, почувствовать, а потом уже сделать. Либо сделать и почувствовать. То есть, здесь все идет методом проб и ошибок. Это не обязательно путем от обратного, да, то есть, если я раньше думал, сейчас я должен действовать. Нет. А здесь фишка в том, что надо сделать что-то другое. И не обязательно, что это будет весь процесс по-другому. Возможно, достаточно какой-то одной детали для того, чтобы изменилась вся ситуация. Семерка мечей – это карта такого некого самообмана, да. На ней изображен человек, который своровал семь мечей, и сзади у нас, значит, этот лагерь. Для того, чтобы украсть семь мечей, этому человеку, да, пришлось войти в доверие тем людям, которые там спят в этих палатках. И как-то усыпить их бдительность, да, либо чтобы подождать, пока они уснут, и потом взять эти мечи. В классике на человеке красная шапка, да, красная всегда притягивает внимание, да, то есть, мысли. Мысли, они горят. То есть, здесь человек понимает, есть, присутствует вина. То есть, я понимаю неправильность своих каких-то действий. Я понимаю, где и в чем я ошибаюсь, что нельзя брать чужого, да, нельзя воровать. Есть смысл этого аркана, что я понимаю, я осознаю то, что я делаю неверно, но я так хочу, и я так поступаю, потому что есть какая-то выгода. То есть, я ворую не просто так эти мечи, а, возможно, я их хочу пойти потом продать и получить от этого деньги. Но я не имею, не знаю, как другим путем, либо не хочу по другим путем зарабатывать, условно говоря, да, и вот для меня проще где-то что-то, кого-то обмануть, своровать. Это проще для меня. И вот здесь речь как раз-таки идет, поскольку мечи, мечи это мыслительный все-таки процесс. Как правило, есть какие-то убеждения, да. То есть, предыдущая карта шестерки мечей, говорящая о том, что в новое мы идем только тогда, когда мы оставляем свое убеждение позади. То есть, со старыми своими мыслительными процессами мы не сможем пойти в новое, у нас ничего не получится. И вот здесь вот семерка мечей, она краска и говорит, что если ты не поступишь так, если ты не оставишь свои старые вот эти вот мысли, убеждения, да, какие-то программы, сценарии, да, то смысл идти дальше, ты получишь тот же самый результат. И следующая карта в контексте развития, да, масти, восьмерка меча, она мне это как раз-таки показывает. То есть, я столкнулся, я в ступоре, да, я башкой упираюсь в потолок, либо стену, ну, то есть, безвыходное положение. Почему? Потому что я не сделал то, что когда-то должен был сделать по шестерке мечей. Вот здесь вот ваша семерка мечей, которая выпадает в хитрость, она и говорит, что сделайте по-другому, то, как вы раньше не делали, просто попробуйте. И еще раз повторюсь и скажу, что не полностью, не обязательно полностью менять свой вектор движения, либо моменты здесь, возможно, достаточно какой-то фишки. Может быть, вам не хватает элементарного осознания, понимания, то есть, вот именно взгляда на то, как я поступал по-другому, да. Надо просто остановиться и подумать, где и что, и как я делал, ну, поступал не так. И это изменить, и от даже самого вот этого вот созидательного мышления что-то может измениться. Итак, последняя карта вам в потоке. Последняя карта краски говорит, обратите внимание на то, что вы говорите, да, на свои мечты. Я вам покажу эту карту, вот здесь интересная карта, причем тоже нарисована, по-моему, людьми психически нездоровыми, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, но не суть, мне очень напоминает вверх, как будто бы это солнце, и вот у за рта у него там цветок нарисован, вот, и внизу вот такие горы, такая абстрактная карта. Вот, она краски говорит о том, что вы как будто бы... Обратите внимание на то, что вы говорите, да, на вашу коммуникацию, да. То есть речь, это чакра горловая, она как раз-таки говорит о именно взаимодействии с миром, с нашими учителями, то, как мы контактируем, то, как мы выражаем себя. Да, вот, то есть здесь не надо выражать себя по-старому, здесь надо как-то вот по-новому, по-другому найти контакт, да. И вот смотрите, какая карта, которая очень напоминает именно о том, что я говорила ранее, да, вот этот вот именно момент, когда часть ваших глаз направлена на внутренний мир, а часть, она направлена на внешний, то есть здесь надо как будто бы примириться внутри с самим собой, да, потому что здесь вот это вот соединение, общение того, что, знаете, вот мужчина и женщина, то есть как-то вот вы и ваша внутренняя, да, личность, и идет соединение, когда руками прикасаются друг к другу и смотреть, надо взглянуть, ну, хочется сказать, правде в глаза, да, где, где вы как-то хитрите, принять, принять себя не про теневую сторону, а вот просто посмотреть, где я поступаю так, как раньше, и вот раньше у нас краски, да, когда акцент был больше на отдачу, а не на принятие, вот здесь посмотреть, найти это внутри себя, как вы взаимодействуете, где идет искажение, где вы больше отдаете, где вы больше принимаете, насколько в этот момент вы ощущаете, иногда люди спрашивают, да, как понять, вот отдаю я больше, либо принимаю, а по ощущениям. Иногда бывает так, что вот вы общаетесь с человеком, да, и уходя, у вас такое приподнятое настроение, вам так хорошо, и вы понимаете, что да, здесь обмен был правильный, либо вы взяли, может быть, больше, вот, но, а бывает, когда поговоришь с человеком, и потом на душе так хреново, сори за выражение, и все думаешь, ну, зачем я вообще с одним человеком поговорю, ты понимаешь, что вот как-то произошло какое-то опустошение, и это мы понимаем чисто невербально, и здесь не надо каких-то вот там практик совершать, да, просто больше наблюдать за собой, вот, и здесь вот эта вот девятка кубков, она и говорила нам про наполнение себя через ощущение себя, через акцент на себе, вам сейчас нужно сделать акцент, еще расскажу на себе, на своих внутренних ощущениях. Такая вот у меня была вторая позиция. Так, позиция номер 3, зелененький камешек, троечки. О чем? Нет, давайте я возьму просто оракул сразу. О чем здесь нам поток скажет с вами? Хочу сказать, птицы, счастье. На завтрашний день такая интересная женщина-птица. Чайка почему-то мне чайка напоминает, а чайка у меня всегда ассоциируется с состоянием души, да, может быть, как-то умершей даже души. Вот, и здесь как будто бы такое, знаете, ну, просто изображен здесь живот, вот, акцент на живот, и на сердце там птица, как будто бы вот перерождение. Здесь ощущение того, что у вас идет какой-то сейчас момент перерождения, высвобождения, либо у вас потребности в этом существует, да, вот, как крик души, не могу сказать почему, но здесь ощущение такое, знаете, вот, как крик души. Но хороший такой крик, знаете, иногда бывает, вот последний, последний издыхание. Почему-то, опять-таки, про крик души сказала, вспомнила фильм «Птичка певчи», когда там речь шла метафорично о том, что, как это, «Птичка певчи»? Поющий в терновнике, да, то есть вот птица пела единственный раз тогда, когда, если я не ошибаюсь, да, она падала на терновник, и вот этот вот укол от растения, да, он как будто бы пронзал ей сердце, и от этой боли она поет. То есть вот здесь чисто такое метафоричное, да, как последний выдох из дыхания, оно как будто бы дает жизнь чему-то другому. Вот здесь речь идет об этом. То есть что-то одно должно перейти во что-то другое. Как, не знаю почему, как роженица, да, когда дающая жизнь ребенку, да, сама при родах умирает, но при этом рождается другая жизнь. Некрасивый образ, но смысл здесь вот такой, да, какое-то вот перерождение чего-то одного во что-то другое. Не знаю, почему у меня идет такое, знаете, ощущение того, что как будто бы здесь человек проходит некую такую инициацию, знаете, вот либо как крещение, да, то есть умираешь в мирском плане, как, там, не знаю, там, Елена, например, и получаешь имя при крещении, и с этого момента ты находишься под защитой, там, я не знаю, ангела такого-то, и имя тебе, там, я не знаю, Виктория. Вот что-то такое, и здесь вот этот вот момент инициации, да, когда оставляешь одно, может быть, здесь кто-то действительно из практиков проходит инициацию, ощущение того, что оставляешь что-то одно и выходишь на более высокий какой-то духовный уровень, потому что вот эта вот карта, она мне, знаете, здесь человек, он смотрит на небо, и у него изо рта выходит как будто бы третий глаз. Здесь такое, поэтому я и сказала про инициацию, может быть, какие-то практики вы проходите, и действительно произошел какой-то момент инициации, может быть, у кого-то там, я не знаю, открылся третий глаз, может быть, человек как-то, знаете, вот как-то сознание изменилось, здесь ощущение, помимо того, что здесь эти фиолетолиловый цвет, да, отсылка как раз к духовности, и вот этот вот взор на небо, да, чисто ассоциативно, что на небо мы обращаемся к силам, к мощи какой-то, да, ощущение того, что вот это вот перерождение, почему птицы, здесь он тоже на небо смотрит наверх, какое-то высвобождение, высвобождение каких-то сил, у меня ощущение, что вот то, что я долгое-долгое время говорила троечкам о том, что вы как-то не принимаете свой дар, сейчас для кого это актуально, вот здесь такое ощущение, что вы его приняли, не знаю, приняли осознанно, ну, то есть вы это захотели, либо все-таки было вмешательство, да, то есть надоело ждать высшим силам, я не говорю, все, хочешь, не хочешь, так, ну, так суждено быть, и так оно будет, вот, здесь как будто бы вот вы приняли этот дар, здесь вас старого сломали, даже если это не про практиков, здесь вот у меня идет то, что вас старого как-то сломали, сломали для того, чтобы, ну, как змея, которая сбрасывает свою шкуру и рождается что-то новое, вот здесь все про это, разными метафорами, но суть именно про это. Вот ваша чаша, ощущение того, что какая-то ваша чаша эмоций, да, она наполнена, но я не могу понять, для чего она сейчас наполнена, то есть то ли вы наполняетесь для того, чтобы пойти этой чашей полить что-то, ну, у меня такое ощущение, что вот как будто бы ноги хотите, омовение, да, ноги помыть, ноги у нас ассоциация с дальнейшим путем, да, с движением вперед, здесь вот как будто бы омовение, очищение, перед намазом-то уже люди ноги моют, как-то, знаете, для того, чтобы вступить в христианство, тоже такое есть упоминание, когда Бог, по-моему, сказал Моисею, если я не ошибаюсь, да, тогда он общался с горящим кустарником, голос сказал ему о том, что сними сандалии, прежде чем вступишь на свет, на свет, ну, вот на, на святое это место, вот здесь вот ощущение того, что вот что-то новое такое, более чистое, более, что ты какими-то такими божественными понятиями здесь рассуждаю, ну, просто энергия такая идет, мы же все-таки в потоке смотрим, как будто бы, знаете, вот некое такое уважение, да, уважение к силам, уважение к чему-то такому новому, ты как будто бы не можешь вступить в новую жизнь с какими-то своими старыми убеждениями, своими, ну, вот эта вот грязь в контексте, и порочность в контексте низких каких-то вибраций, вот сейчас что-то произошло, и вы вошли в это новое, это новое, оно какое-то высоковибрационное, я попробую на колоде Этсин посмотреть более такое, знаете, заземленное, потому что здесь у меня пошли какие-то такие высокие вибрации, и о них земными понятиями, ну, сложно описать, потому что, ну, когда ты мыслишь с категориями космоса, и, там, я не знаю, света и божеств, ну, не совсем понятно нам в мирской жизни, о чем это речь, но здесь вот как будто бы, еще расскажу, произошла какая-то инициация, что еще мне здесь хотят сказать в потоке? Да, другой путь, вот вы выбрали какой-то, ну, вот другой путь, то ли у вас этот путь начинается... Так, здесь речь идет, карта называется «План насилия». Вот я, помните, я говорила, как будто бы вас насильно, что ли, заставили, вот вы не хотели как-то принять, и вас насильно это заставили сделать, но вот в этом есть какой-то замысел, вот туда, куда вас сейчас ведут, туда, что... Даже если вы сопротивляетесь, вы все равно идете туда, хотите вы не хотите, да, добровольно, либо насильственно, неважно. В этом пути есть какой-то свой смысл. Что за смысл? Радость, да, вас хотят вытащить из вашей депрессии. Вы этого, конечно же, пока не видите, вот, но этот путь, он даст вам радость. С чем она связана? Взаимопонимание, да, наконец-таки придет общение, коммуникация, которая вам необходима. С чем здесь взаимопонимание? Страх смерти. Вы знаете, вот то, что вы боялись, да, еще раз скажу, здесь какая-то позиция, она, наверное, не для всех. Здесь как будто бы люди боялись принять свой дар, боялись принять свои какие-то способности. И вот что-то связанное с метафизикой, однозначно. Вот, и вы не хотели идти. Здесь как будто бы кто-то пошел добровольно, согласился, а кого-то принудительно в этот путь направили. Почему? Потому что был вот этот вот страх завершения, да, страх смерти, страх, что если я пойду туда, куда я пойду, то вот я, сейчас я скажу по-другому, простым языком, иногда мы настолько привязываемся к своей жизни, что мы не идем просто в новое, потому что вот эта вот новая жизнь, например, переезд куда-то, да, я понимаю, что вот мне надо переехать, мне мою квартиру уже не устраивает, либо по размерам, там, либо уже какая-то вот она старая, требует ремонт, проще куда-то переехать, но вот из-за того, что есть вот эта вот привязанность к этому месту, я не знаю, здесь я там детей, например, родил, вот, и не хочу съезжать, потому что, ну, уже куда я поеду и так далее. Ну, то есть здесь у каждого свои мысли могут быть. Вот, я настолько привязался, что вот мне кажется, что этот переезд, он будет равнозначен для меня как смерть. Вот как мне недавно Елена написала в комментариях, я помню, что я тогда ей сказала, что ваш какой-то сценарий я буду использовать как пример. Вот очень такой классный пример, поскольку это, ну, публично было написано, я думаю, что я могу про это сказать. Если нет, я заранее извиняюсь, потому что я не спросила разрешения, но комментарий был написан публично. Елена поделилась своим сценарием о том, что, если я правильно помню, ее мама говорила, что если ты достигнешь успеха, говорила своей дочери, то я могу спокойно умереть. Ну, такой сценарий у многих взрослых людей есть, да. То есть вот я хочу увидеть себя счастливой, и все, я спокойно могу умереть. Вот, и, а поскольку, конечно же, неосознанно, да, мы не хотим, чтобы наши родители умирали, да, мы себя как будто бы ограничиваем в успехе, чтобы люди, ну, наши родители жили дольше. Ну, конечно, в этом есть абсурд, если с точки зрения логики смотреть, но с точки зрения человечности, да, где-то все-таки программа женами управляет, вот, и мы отказываемся от успеха. Вот здесь вот речь примерно о том, о том же идет, да, о том, что, допустим, вас готовят к какому-то успеху, к радости, взаимопониманию, общению с людьми, но эта радость моя и мой успех, он будет значить как будто бы смерть для кого-то другого, либо для меня старого. Я не готов от этого отказываться, да, то есть не, как говорится, не убивать себя старого и не явиться причиной, там, смерти для кого-то другого. Иногда, например, такое может быть с разводом, то есть если я разведусь, да, то, там, не знаю, для моих родителей это будет равнозначна смерть, либо там мои дети там от меня окажутся, да, то есть это тоже будет своего рода, в кавычках, метафорическая смерть. Вот здесь вот страх вот этой вот смерти, про это завершение, да, то есть завершение меня прошлого, и я как будто бы не готов был, поэтому вот это вот омовение, да, которое я говорила ногой и так далее, вот эти вот все образы, которые мне приходили, аллегории, речь шла о том, что я не готов умереть в прошлом, для того, чтобы что-то новое пришло. Почему? Потому что что здесь ценного было вот в этом вашем прошлом, что вы не готовы были его оставить? Ну, здесь как будто бы, знаете, либо ностальгия об этом прошлом, либо какие-то воспоминания очень ценные. Есть в этом что-то такое ценное, что не дает вам двигаться дальше, что вы не можете принять какое-то вот решение, да, двинуться. Блин, что же в этом... Мне показывают, что вам не дает это прошлое, и не показывают, что ценного в этом прошлом. Покажите мне, что в этом прошлом ценно, почему вы там боитесь умереть. Какое-то, знаете, вот чувство, то ли конфликт какой-то, то ли какая-то ссора, какая-то критика, вообще что-то негативное в этом прошлом, и вот в этом негативе, знаете, есть ценность. Сейчас я вам скажу, какой здесь может быть сценарий. Знаете, когда мы занимаемся самообичеванием, в этом есть плюс. Вторичная выгода. Какая вторичная выгода? Когда я сам себя критикую, меня это мотивирует на дальнейшее движение. Либо страх критики, что вот папа, либо мама будет меня критиковать, зачем я так поступил. Это меня мотивирует на дальнейшее действие. То есть, зная, что, например, там папа будет осуждать, и будет говорить, вот какая ты глупая, да, ты всегда не выделялась, ты не отличалась умом, как говорится, с образительностью. Вот эти вот слова, воспоминания об этой критике, они меня мотивируют, что нет, я тебе докажу. И как будто бы самостоятельно, я не могу пойти учиться, да, ради себя. А я как будто бы обучаюсь для того, чтобы кому-то что-то доказать. То есть здесь какая-то такая, знаете, вторичная выгода. Я бы сам не пошел учиться, а вот из-за того, что я кому-то что-то хочу доказать, это, вот этот негатив, он переводится, как будто бы в позитив, он переводится в какую-то вот такую мотивацию, да. без этой мотивации я бы ничего особо и не менял. то есть вот здесь в этом фишка. И как-то, знаете, опять-таки, то, что я говорю, это неосознанные программы. Хорошо, если вы их осознаете, увидите. То есть здесь как-то вот ценность в прошлом, то, за что вы держитесь, это вот этот вот минус, это вот этот вот негатив по пятерке мечей и десятка педаклей. Это является вашей основой, да, то есть, ну, так я привык. Вот этот вот детский сценарий, он помогает таким образом мне двигаться дальше. То есть вот когда, знаете, есть люди, когда, ну, я их делю на две категории, условно говоря, да, когда от них начинаешь критиковать, и они вот через этот негатив как-то вот его используют в позитив, да, переводят. И говорят, что вот я тебе докажу, да, я вот, я сделаю, вот прям все будет классно, и мне, и другому, да, покажу. А есть другая категория людей, которые как раз-таки после критики руки опускают, крылья как будто бы им отрезают, и они не хотят двигаться. То есть вот вы относитесь как раз-таки к первой категории, да, то есть вот чем больше вас как будто бы осаждают, осуждают, критикуют, тем больше это заставляет, пробуждает какую-то злость вас. И вот эта вот внутренняя реакция негативная, она движет вами. И вот вы как будто бы не готовы отказаться от этой модели. Это, знаете, иногда так бывает, когда мы привыкли, вот здесь по этой позиции, люди, которые привыкли все время что-то преодолевать, да, какие-то трудности. И когда вам в жизни говорят, что вот все, уже преодолевать ничего не нужно, да, уже Эверест достигнут, вот вам это становится неинтересно. То есть вы не тот человек, который, если выбирать, например, там Эверест, и, я не знаю, какую-нибудь гору в ближайшем горном регионе, конечно, вы выберете Эверест, потому что это трудно, это сложно, я хочу проявить себя, да, то есть если что-то такое легко доступное, это не ваше. И вот этот вот ваш сценарий, это то, что движет вами. То есть нету трудностей, нету смысла. И вот это вот, вот этот вот страх, что а как, а если в жизни не будет никаких трудностей, да, то есть если вдруг будет только радость, будет понимание с друзьями, да, взаимопонимание, будет все хорошо. Но смысл тогда, в чем смысл, где эти трудности, где преодолевание, потому что для вас это ценно что через эти преодолевания сложности вы открываете себя воздаете свои способности на что вы способны что вы можете вы как будто бы через это становитесь лучше это вот эти вот трудности они вас шлифуют они показывают вам как будто бы до кто вы есть на самом деле до чего вы достойны а когда вам дают вот вот легкодоступно это знаете очень напоминает если меня смотрят на мужчины по этой позиции то тогда я понимаю вас да это есть категория женщин которая как бы так сказать не обидеть до легкодоступная в плане того что но она не нравится например мужчины и она легко говорит им да а есть женщины которые понимают до ценность себя и им в принципе но есть мужчина хорошо нету тоже 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 хорошо да не конец света и вот когда мужчина старается добиваться женщину да и встречает вот какие-то преграды да вот и постоянные отказы и чем больше ей отказывают тем больше это как-то заводит мужчину и он старается вот все будет так как я хочу пока я ее не получу вот здесь такой сценарий то есть пока я не получу я буду прикладывать какие-то усилия и это вот в этом в этом вы видите какую-то свою ценность да то есть шестерку кубков прошлое говорит и паш пиндакли паш пиндакли начала ученик который учит который присматривается который изучает которому неожиданно выпал шанс возможность в руку и он исследует этот пиндакли очень бережно трепетно не зная что с ним дальше делать он даже не ожидал до что такой вот шанс такая возможность ему выпадет карта вот именно ученика познания материального мира и вот здесь вам выпадает этот шанс и вы не знаете что с этим сделать потому что сценарий прошлое я все время кому-то что-то доказывала я все время что-то как то трудился были какие-то трудности сложности а тут вдруг понимаете все легко и почему вы не понимаете потому что как раз келька потому что это доступно и в этом вы теряете интерес вам это не интересно люди которые которых много способности много потенциала им необходимо вот эти вот трудности люди у которых нету больших возможностей да они идут легким путем как говорится замороченные люди всегда идут сложным путем почему потому что во-первых им это интересно а во-вторых они как будто бы себя проверяет на прочность и вот через эти трудности они всегда узнают о себе что-то большее вот здесь про это и ну говоря уже в потоке да уже завершил большой расклад получился речь здесь идет о том что вот вам открывается это новое вам и вывод по покраске держите да то есть а как жить без трудностей вот ваш ваша смерть а страх смерти а как это когда легко как это когда есть только радости нету слез ну то есть а я не понимаю а в чем тогда фишка то да где если одни плюшки плюшки а где же кнут да то есть кнут это вот вот для вас это мотивация очень сильно на дальнейшее движение одну карту просто вытащил и не знаю как конец не знаю совет что хотите знаете карта очень красивая у меня такое ощущение что вот посмотрите он вдруг как будто бы держит сердце ну мне так видится его сердце и в его голове аналогичные то есть такие же вот нейронные связи и у меня такое чувство что знаете привелите примирите голову с своим сердцем да то есть найдите этот мостик мостик который соединяет то есть туда куда вас ведут найдите это мостик и не хотите отказываться от своего вот этого вот старого сценария найдите связующие звено найдите этот мостик который может вас провести в это будущее хотя я неоднократно говорю тройкам сжигайте мосты но вот здесь вот ощущение того что как будто бы знаете вот ваше сердце это ваш мозг я не знаю как что это значит но вот здесь про это если вы соедините либо полюбите свои мозги либо ваш мозг это ваше сердце прям вот очень смотрите какая красивая карта чем-то лично может вы в ней увидите что-то свое здесь назначить изображена женщина который находится под покровом да и вот этот вот под кров то за что зачем она скрывается да это вот лицо как некая такая маска обращенная наверх и вот это все перерождается в глаз арлины на ли высоко лины который четко видят здесь вот эта карта опять-таки вот беру эту колоду да и вот у меня все равно ведет в это высокодуховность всевидящее око да вездесущие и как будто вот женщина знаете как будто бы молится что ли просит здесь удивительная вещь с одной стороны вы этого хотите а с другой стороны вот я говорю вы как будто бы этого избегаете и боитесь и поэтому вот полюби свои мозги наполни свою голову любовью наполни свою голову не страхом а вот именно светом ну вот как то так ладно а то я еще на 20 минут буду вам тут все рассказывать вот такая была позиция и расклад в потоке расклад без темы интересно интересно иногда знаете даже вот если практикуешь да и не практикуешь карта просто берешь в руки и вот состояние когда ты погружаешься в это она очень удивительное просто рассматривать карты фокусировка это вот прям хорошо прокачивает вашу интуицию хорошо работает даже если вы не умеете читать карты просто интуитивно смотреть рассматривать картинки даже не обязательно карты это может быть любое художественное произведение когда концентрируешься на красоте концентрируешься на смыслах на глубине это вот прям я не знаю какие-то тонкие струнки вашей души сонастраивает с красотой начинает звучать и энергию вливает больше вот в высокие вибрации да чуя сейчас сказала не знаю наверное важно прощаясь с вами до пятницы всем пока пока